В Москве, в Кремлёвском дворце съездов, собрались посланцы многомиллионного колхозного крестьянства, представители всех народов советской страны, делегаты Третьего Всесоюзного съезда колхозников. Съезд собрался в знаменательные дни подготовки к столетию со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Он войдёт в летопись нашей Родины, как крупное событие в истории советского крестьянства, как яркое торжество ленинской идеи кооперативного плана. Съезд открыл ветеран колхозного движения, герой социалистического труда Терентий Семёнович Мальцев. На первом заседании председательствовал член Политбюро ЦК КПСС, председатель Совета Министров СССР Алексей Николаевич Косыгин. Слово предоставляется генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Ильичу Брежневу. Обратившись к истории колхозного строительства, товарищ Брежнев отметил, что идеи великого Ленина о кооперации, политика партии в решении крестьянского вопроса, полностью выдержали проверку временем. В своей речи товарищ Брежнев уделил большое внимание главным направлениям политики партии в области сельского хозяйства. От имени ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев выразил твердую уверенность в том, что работа и решение съезда послужат делу дальнейшего укрепления колхозного строя, подъему всей нашей социалистической экономики. В заключении товарищ Брежнев огласил приветствие ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР, Третьему съезду колхозников. С докладом о новом примерном уставе колхоза выступил член политбюро ЦК КПСС, первый заместитель председателя Совета Министров СССР Дмитрий Степанович Полянский. Подчеркнув, что новый устав является законом колхозной жизни в период строительства коммунизма, товарищ Полянский подробно осветил вопросы, связанные с решением общенародной задачи созданием высокоразвитого сельского хозяйства. Принятие Третьим Всесоюзным съездом колхозников нового примерного устава и других решений окажет большое влияние на дальнейшее развитие колхозного строя и всей социалистической системы хозяйства.